Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с дощечками, а именно с ясенем. Остались у меня они от лестницы, не стал их выкидывать и вам не советую. Вам всем приятного просмотра, досмотрите ролик до конца, ну а я буду показывать, как я все доделал. Поехали! На распиновочном станке выставляю 2 см на срез, будем наши дощечки распускать поперек. Ведь мне не нужны слишком толстые заготовки. Ясень очень красивое дерево и в то же время очень прочное. А распуская их, чтобы из 9 обрезков получилось 18, которыми можно в дальнейшем и поработать. Это мой первый проект с деревом, так что не судите строго. Обильно наношу клей для дерева и при помощи кисти хорошенечко его размазываю. К сожалению, у меня нету вайм для склейки дерева, буду пользоваться обычными струбцинами. Хорошенько стянул и излишки клея убираю при помощи влажной ветоши. И уже спустя час я приступил к дальнейшей работе. Получилось у нас в итоге 2 вот таких вот щита. Размер щита 37 на 31. На чертилке выставил диаметр 16,5 см. Художник, конечно, с меня еще тот. Но получилось как получилось. В итоге, конечно, я немножко доработал. Друзья, вырезал фигуру и переношу ее на другой щит. Заготовки вырезаны и готовы. Необходимо придать ровную поверхность. В моей мастерской еще не появился рейсмус. Для этого буду использовать эксцентрику и шлев машину. Мощный 18-ти вольтовый аппарат, который справился с легкостью своей задачей. Шлев машины Makita оснащена обрезиненной рукоятью, которая не скользит в руках. Пыль же собирается в специальный мешок, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Оснастка применяет стандартные шлифпластины диаметром 123 мм или абразивные круги диаметром 125 мм. Амплитуда колебания 2,8 мм. Оснащена тремя скоростями. Она небольшая в размере и хорошо лежит в руке. Линейка LXT продается без аккумулятора и зарядного устройства. Линейка аккумуляторов LXT 18-ти вольтовые, которые я покупал отдельно в комплекте с быстрозарядным устройством. Линейка LXT довольно-таки большая и аккумуляторы взаимозаменяемые. Приобретал все в онлайн гипермаркете всеинструменты.ру. Демиллион товаров в наличии и с быстрой доставкой. Огромное количество пунктов самовывоза в различных городах России. В магазине всеинструмент.ру найдете все для дома и дачи, а также для стройки и ремонта. Я давно им пользуюсь и вам лично рекомендую. Переходите по моей ссылочке, которая будет в описании под роликом. Также там оставлю промокод делай сам, который даст вам 10% скидку на весь аккумуляторный инструмент Makita. Также оставлю ссылочку на имиджевую подборку шуруповертом. Но когда поверхности отшлифованы с двух сторон, теперь необходимо придать одинаковую форму. Зажав струбциной, также шлифую эксцентрический шлиф машиной. Теперь взял коронку по дереву диаметром 82 и делаю отверстие. Немного посверлил, чтобы центр оставить на нижней заготовке. Ну а далее в первой заготовке делаю сквозное отверстие. Теперь делаю две отметки, отступая от края по 3,5 см. Высверливаю сквозные отверстия на 20 см. Лобзиком делаю два прореза. При помощи фрезера и фрезы выбираю окружность. Также при помощи фрезера делаю окантовку. Так выглядят уже обработанные детали. Теперь ставлю три метки. И при помощи сверла на 10 делаю три складных отверстия. Когда уже в заготовках сделаны все необходимые отверстия, буду вышлифовывать зерном 150, а финишное будет 180. В труднодоступных местах пользуемся ручным трудом. Теперь при помощи натурального льняного масла покрою нашей поверхности. Масло глубоко проникает в структуру дерева, будет хорошая защита и в то же время подчеркивает структуру дерева. В ход идет труба из нержавейки, диаметр 20 мм. Отрезать буду три куска по 17 см. Также понадобится шпилька диаметром 10 мм. Отрезал три куска по 23 см. Теперь беру закрытые три гайки и накручиваю с одной стороны. Также на них приклеиваю демпфер. Но дальше все просто. Шпильки вставляю в одну из деталей. На шпильки одеваем трубки. Сверху устанавливаем вторую часть и при помощи гаек все фиксируем. В итоге получилась вот такая симпатичная подставка под бутылку и под два фужера. На мой взгляд, конечно, смотрится шикарно. Тем более это сделано своими руками. Друзья, ну если есть у вас какие-то замечания по изготовлению, обязательно пишите комментарии. Я всего лишь показал, что я сделал. Никого не учу, никого не заставляю делать. Но вам, если понравился данный ролик, поставьте по лайку. Обязательно пишите ваше мнение. Вам всем огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...